Выставка книги с дарственными надписями из библиотеки Протеерея Александра Меня позволяет более широко оценить масштаб его личности. Он получал книги из рук многих именитых авторов – Александра Солженицына, Эдварда Родзинского, Леона Измайлова, Фазилия Искандера и многих других. В экспозиции представлены не только надписи дарителей, но и ответы на них самого отца Александра. 1989-1990 год – это просто время перестройки, когда отцу Александру стали доступны большие аудитории и телевидение. И реально отец Александр эти последние годы до самого убийства снова и снова привел в церковь очень много людей. Выставка, которую мы сегодня открываем, говорит о его масштабе, о масштабе его личности. Потому что среди его друзей мы видим удивительных писателей, поэтов, вообще литераторов и художников, искусствоведов. И это все непростые люди. Это те люди, которые оказали серьезнейшее влияние на историю нашего Отечества. Александр Мень никогда и никому не демонстрировал подписанные и подаренные ему книги. И таких экземпляров в его коллекции более сотни. Для него это было нечто глубоко личное. Любовь к книгам у отца Александра с детства. Еще будучи первоклассником, он тайком от учителя читал под партой божественную комедию Данте Алигьери. А уже в подростковом возрасте начал увлекаться произведениями русских философов и религиозной литературой. Вся жизнь отца Александра, она была связана с книгами. Он был большой ценитель хороших книг и также он, конечно, был и автором многих-многих книг. И большое его творческое наследие, мы знаем, осталось. И отец Александр щедро как и дарил книги, так и ему тоже дарили книги. И вот как раз здесь, на этой выставке, мы говорим об этом круге, о его знакомых, его духовных чат, тех людей, которые окружали его, очень ценили его поддержку, обращали их к нему за советом даже при написании книг. И здесь мы видим то, что многие авторы, которые представлены тоже здесь, вот эти вот фотографии этих людей, они благодарят отца Александра за поддержку, за какой-то нужный совет, за просто душевное тепло, за то, что отец Александр вовремя дал какую-то мысль для дальнейшего творчества. В каждом человеке отец Александр старался поддерживать творческое начало. Он говорил, что в этом мы подобны творцу, и именно такими мы задуманы Богом. Любой желающий может увидеть эти уникальные примеры обмена словом и опытом отца Александра Мения с известными мыслителями. Выставка будет работать до 28 февраля. Владимир Новоселов, Ярослав Акимцев, День города.